привет моделисты и моделистки и кей crazy russian город санценати штат у гайо в сегодняшнем видео я постараюсь каратенечко что нужно если вы связались зима сам декодерами чтобы их апдейт постоянно форму и и перепрограммировать звуки я хочу в эту машку поставить мой старый декодер вот этот по моему 640 сайнос я уже отмечал в предыдущих видео сайнос когда это много полюсные моторы у марклина я никогда таких не видел и в общем я их купил из-за этого давненько и так они пролежали дождь тот момент я не вижу надобности использовать в этих сайнос моторах то есть я поставлю его сюда что нам нужно единственное что вот этот вот переходник который я делал для нашего клиента для других целей на 8 пин а это зимовский декодер пардон зимовский спикер если он войдет хорошо посмотрим мы проверим сегодня здесь все так нужен виндовский компьютер с виндой может быть что-то еще другое пойдет но я работаю с виндой только с моделями ну в основном весь софт на винде так это обычно дается с программатором этот мемористик тестер не обязательно зима он просто удобен здесь у есть кнопка входная но если у пойдет или какой-то самодельный или уже локомотив стоит с декодером вы просто его ставите на отдельный программированный этот шаг и с ним занимаетесь так далее теперь windows идете на зимовский веб-сайт я сделал перевод на русском но он что-то не все мне показывает так что ребят здесь на английском вы ну сообразите как сделать на русском и в переводчике тоже хотя у меня здесь стоит переводчик прямо в этом браузере но не сработало значит что нужно идете на апдейт sound апдейт and sound вам нужно новое потому что у меня уже было старое после трех месяцев нужно скачать апдейт на сам программатор вот он новый вот здесь так я покажу все файлы то есть вы скачиваете открываете его экстракт да далее вы идете на дальше идете то есть мы закончились программе то с программатором нам нужно апдейт макс декодер то есть это старый не мс я еще не разбогател на мс декодеры но пока пока макс идут и честно говоря дилера хорошего дистрибьютора в штатах нету за последнее время как-то кисловата вот загружаете вот этот тоже распаковывать так 17 12 20 то есть ну в конце года они сделают нормально так далее идете на цен сам дизайн идете на download зима саунд дэйта пейс и вот наши товарищи чешские друзья и словацкие ребят без обид кто там вот я нашел его где написано сергей вот он сергей машка сергей эти самые тайга таежный барабан еще какое много всяких вот этот вот сергей 781 сейчас мы откроем он с бесплатной так и здесь 4 я вот этот пока еще не пробовал может быть не знаю почему но пока пока нет я точно там вот вот этот вот чтобы функция была f8 f8 написано h0 есть еще функция один но я как не привык функция один этот верхний потом два для т.т. в чем разница ребят напишите я в разницу по крайней мере не вижу но может быть на на все те же самые декодеры так может у т.т.к. то в общем здесь специально тоже на две на две функции запуск звука f1 или f8 так и сейчас я вам покажу что потом берете этот memory stick вставляете в этот компьютер ваш что вы сейчас увидите вам нужно взять из всех всех этих downloads которые были да из звукового файла вот этот by да он by our 120 на некоторых я видел 220 но они скорее всего гд русский вот это ребята расскажите пожалуйста извините сбиваюсь но это для меня пока загадка потом для декодера форму и апдейт вам нужно вот это там скажут и для самого программатора апдейт у меня тоже программатора не было апдейт нужно вот этот то есть это последний с какого я начал так теперь все это дело берем мимо этот стик вынимаем из компьютера но разумеется его делаем и джект как положено чтобы я пытался делать на стриме все но к сожалению у меня не очень зашло потому что во первых на на этом мимо стике был какой-то другой файл еще дополнительно и это меня нужно было с прокрутить их а кверх ногами ну как как говорится плохому танцору вот так поставим сюда машуню значит что здесь вот эти три файла сейчас смотрите не такое сильный как говорится не big deal разобраться этим программатором я почитал инструкцию очень давно потом я просто стал кнопки тыкать как всегда смотрите что он показывает можно сделать так можно просто power recycle до отключить на пробу и включить значит он сам стартует немного несколько секунд появляется его версия этого программатора и вот что показывается на первой кнопки это вот это форму и на второй кнопки как раз это sound project update то есть этот сам project уже готов так сказать в пакет его можно поставить на ком и сделать там какие-то дополнительно или переделать но я использую уже готовы и вот этот третий как раз но сейчас в данный момент уже это все сделано третий файл будет если у вас старый форму вы можете поставить даже старая форму и сюда и переставить иногда не всегда работает с новыми вещами но сейчас зима более серьезно к этому подходит вот что мы сейчас делаем нажимаем кнопку один да и вот у меня на этом повторюсь еще раз был какой-то старенький файл то есть я форматнул эту форматнула memory card memory stick usb thumb drive whatever и поставил только три файла они друг на друга не влияют они но программатор их видит и показывает все что здесь есть так мы берем вначале делаем форму и это быстро программатор читает декодер идет обмен информации и вот такой он называется flash то есть весь новый все какие баги они там нашли делаются можете почитать я обычно не интересует что там точно они если только какой-то специфический с рейлкомом или какие-то очень специальные вещи я говорю что можно посмотреть очень удобно что здесь кнопка еще раз аккуратно палец от нее и вот видно сигнал идет здесь вот тоже индикация насчет вот этих вещей адрес плюс да то есть вот идет сигнал есть темноте лампочки моргают очень классно смотрится так красавица стоит смотрит как работает вот все окей обычно escape это вот эта кнопка но иногда я просто напругу раз и перед перестартанул но то же самое что здесь то есть ребут такой быстрый и опять чеки он нам показывает вот она сов это номер цифры версии вот эта программатора последняя и теперь у нас by a 120 тайга джон и джон мол что такое ними по-немецки я не по-немецки не очень уж проху но так чуть-чуть барабан таежной и вы тогда нажимаете кнопку 2 это займет немножко дольше времени я как раз пройдусь по другим моментам вот от нуля до разумеется для до соточки доходит вот но это не неспешное дело значит что у меня бы была какая проблемка когда я переделывал эти декодеры здесь нужно было поставить две перемычки аккуратно чтобы не уронить ее перемычки здесь здесь было разрезано для этого сайнуса я сделать две перемычки я не очень был доволен как я их сделал я их переделал я помню даже убрал проводой но я сделал маленькие короткие такие провода так 6 процентов хорошо провода совсем не был доволен то есть я заливал все флюсом ну чтобы была четкая пайка без всяких замыканий на заливался до такой степени что как-то флюс попал вообще на контакты вот на первую группу здесь здесь выход на динамике насколько я понимаю сейчас момент да 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 здесь вот первые два в общем в этом ряду первое выход на динамик и настолько было много флюса что контакт не работал то есть ну буквально какие-то там микрона разумеется на таких вот 21 пин до или 21 пин суда либо же 21 пин вот суд пердон 21 пин переходник и провода вы сюда ставите работает либо же а вот на внутренний динамик никогда не работал всегда работал вот в такой комбинации короче я к тому что будьте аккуратны флюс тоже диэлектрик очень мощный причем он ставил становится такой как клей стики такой да и он прям что я сделал я взял спиртосодержащую смесь здесь 90 процентов спирта технического американского прям она прям здесь кисточкой конечно обесточено все заливал просто пока не стала течь и несколько минут это стояла сделал наверно 23 может быть даже больше раз с одним такой с другим доктором таким же точно все быстро произошло с другим очень долго все было в конечном итоге все от маку от макалу долго и закончилась хорошей историей в общем все работает без проблем на внутренний динамик здесь такой переходничок маленький вы снимаете и ставите сюда тогда у вас будет работать внешний динамик который подключаете к этому разъему теперь и с ю раньше делали вот такого плана нажимаете сюда либо отверткой если у вас есть хорошие ноготочки у меня они обычно срезаны до меню вот но или какой-то там какой-то до отверткой нажимаете вставляете и и таким образом зажимается провод но к сожалению и с ю больше не стала делать такую конструкцию они стали делать терминалы вот на на винтах терминала которые хорошие но для них нужно отвертки всегда от отвертка она иногда не под рукой вот такого фасона то есть микро какая-то минимум но в общем она здесь у их а 260 1 и 5 на 40 вот так то есть она четко сюда подходит а вот в этом варианте здесь вам не нужно никакой отвертки то есть поджали и все но каким почему я не знаю почему из ее отказался от этого такого терминала хотя это очень практично может быть они ломаются часто но опять очки у вас есть другие разъемы да то есть ну теперь и у меня есть и с ю extension для больших декодеров здесь в этом тестере они сделали все в одном то есть все функции здесь индикаторы здесь по моему до 13 на данный момент да но через несколько лет еще наверно будут новые декодеры там будет еще больше не за куда больше уже вполне достаточно если у вас совсем crazy становится все вы ставите наверно функции функциональный декодер на дугу на другой адрес еще получаете как минимум там 4 но это что-то из из фантастических каких-то локомотивов так что у нас 56 процентов ну в общем вот так старенький декодеры они прекрасном состоянии этим наверно 640 они начала 2000 до что такое 2000 12 13 год вот так может чуть пораньше напечки это технология не сильно поменялась в с ю они добавка у у зима у и с ю они поменяли линейку вот в конечном итоге зима поменял линейку на м с м с для меня полностью новые вещи напишите ребят если у вас ваших последних роковских локомотивах м с мой свежий роковский локомотив я купил это кран для себя и на продажу вот этот чумовой экран надо посмотреть почитать что там за декодер будет очень интересно узнать вы можете прочитать кстати с программатором это будет еще проще вы ставите сюда сейчас мы как раз будем тестировать буквально через ну несколько минут я думаю что неплохая идея здесь какой-то маленький выключатель сделать отдельно либо если у вас на столе стоит это не розетка extension да вы просто кнопочкой нажимаете пересгружайте отдельно вот этот программатор здесь кнопку еще раз повторюсь очень классная она удобна иногда вы может вас если вы забыли забыли что вы ее выключили обычно я выключаю питание на тестовом на тестовом этом выходе от командной системы у меня на lens до системе видно сразу что пример вот так питание нет of когда я тестирую на данный момент я несколько раз попал я выключил поменял декодер забыл включить начал программировать и конечно же система говорит что нет декодера нет извини потом я включаю опять сигнал не идет постоянно то есть нужно выходить в режим проверки которому буквально через 15 процентов от готовности воспользуемся сейчас и послушаем при как я надеюсь прекрасный звук этой машки вы ребят напишите тоже правильно там все или или неправильно потому что за да и может уже говорил за чмуху нужно платить там сколько 10 евро 5 10 евро что-то в этом духе ну не big deal хотя тоже вопрос интересный если вы потом меняете декодер на другой можно ли перри переделать там спрашивает сериал набор и еще что-то такое чтобы была возможность вам загрузить и этот файл такая вот заморочка но это сложно делать проекты конечно люди хотят компенсацию это совершенно ясно так 96 процентов 97 покажу так немножко машин ты довольна как все загружается по моему должно быть хорошо давай сейчас стороночку тебя так вот так вот потому что я буду нажимать вот здесь на этой кнопке все там какой-то как в верификейшн проверка все четко и как говорится дан дел теперь что мы делаем теперь мы идем вот в этот тест режим сейчас быстро сделаю так но это основной режим теперь нужно нажать а по моему два раза вот до два раза быстро сейчас сам программатор теперь как командная система посылает запрос и читает cv вы видите здесь версия 40 последняя вуаля она уже работает круто так значит здесь функции первая вторая вернее 0 1 2 потом и как раз 1 верней f1 здесь вторая кнопка она сейчас я выключаю мы включим еще разочек как теперь можно убрать этот мимо и стик здесь ничего не нужно ни какой-то и джек это просто внимается так теперь 3 хорошо хорошо если мы идем сюда надо задержать теперь идут функции 6 7 8 да а здесь 3 4 5 все идем на 1 регистр можно сказать и включаем f1 то есть вторая кнопка ну машин как тебе это твои звуки да ну ребята нам подскажут если действительно твои хорошо нравится тебе ну слава богу так а звук классный теперь на второй пардон чуть-чуть задержать 3 4 5 хорошо это каплеры свисток и пойдем дальше да нужно чуть-чуть продержать f6 ничего а это такой эти ребра да ванцы здесь ничего ну так возвращаемся назад и вырубаем f1 я думаю для этого видео достаточно ребят в следующем я разберу и такой прикидочный тест динамика соберу и посмотрим как работает сейчас должен вырубиться нет а у меня осталась функция 8 вот так вот интересный момент спасибо ребят за внимание до свидания увидимся скоро до свидания Продолжение следует...